Потому что душой болит, это переживает. Вот когда он приезжал в августе, мы встретились, Калина Рахимовича и Раиса Рашидовича, я, это, Кутеркан, Алла Бердыев, и Ахудрии, и решили, что в октябре, это, проведем конференцию. И, конечно, это, вот сейчас позвонили двое, заболели, вот, там, вот так, срочно, да. Спасибо. Уважаемые Амалия Владимировича, уважаемые гости, приглашенные. Я рад видеть астраханских писателей на родной земле. Я по рождению под духу астраханец, вот, живу в Москве, потому что я часто здесь бываю, у меня родители здесь были, семья здесь, дети мои, поэтому я духу и, фактически здесь постоянно нахожусь, хотя бы, физически там. Ну, опять же, если начинать с того, что, как я пришел к этому, да, ну, Виктор Михайлович об этом знает, когда мы решили, решили отправлен в 150-летие филан, и тогда мы решили написать историю филан. И когда мы их столкнулись, оказывается, никто никогда ничего не писал и не знал, да, вот, и как-то очень помог, то, что у него было материалы, мы... Ну, все забрались. Да, и сдали. И после этого я подумал, что, а что же было, откуда мои предки, тем более у меня предок беглый был, и никто не знал, откуда он появился, но появился человек, некоторые говорят, он бандитом был, некоторые говорили, что он беглый был, в фарке убежал, и вот я после этого задался целью, надо найти горни. Нашел. Теперь он, Виктор Михайлович, тоже мне помог, когда я написал своего на стол, он мне говорит, вы же потомки Яна Ураза, да? Угу, Яна Ураза, да. Яна Ураза. И вот как потом, татарский муж, я могу сказать, что Яна Ураза, так как это и используется, Папа Миды, и Давыдовы были наши предки, и Богдан Давыдов, и все остальные, поэтому, когда Виктор Михайлович не писал, что Богдановы, Виктор Михайлович, и Богдашкины, еще кто-то, я сначала не пометал, а когда он сам за это нашел, да, оказывается, да, все по нашему роду. Ужилу и Мишак, да? Ужилу и Мишак, да. А мои прощения, у меня жена тоже в тех же краях, что и вы. Она, ее предкис Мачалейкин. Ужилу и Мишак, да? Я тоже Мишак. Чем Барский район. Чем Барский район. Да. Алта-Олз. Алта-Олз. Ну, там живут до сих пор, у Росгильдейма. У меня жена у Росгильдейма, она именно оттуда они родом. О том, что это Арслав Малкает, это, ну, вы знаете, наверное, история этих мест. Поэтому я всегда интересуюсь, ну, хочу дойти на суть. Вот эта суть. И после этого я сам решил изучить какую-то книгу для своих родников написал. Поиск от Родины. И решил выяснить, почему название села Туркменко называется, откуда мой предок. И вот в процессе этого я вышел на интересные моменты, которые я отразил в этой книге. И самое интересное здесь только революционные моменты. Это вот, мало кто знает, что творилось у нас в поведении революции, да, в 1918 году. И я впервые работу узнал о Дмитрия Михайловича, говорю, ну, материалы есть. Я говорю, дай-ка я корму и посмотрю. Оказывается, у нас две недели воевали, Кремль обороняли, наш мусульманский вокалёт из Татары, нашу Ческу нас сыграли. И после этого сейчас Дмитрий Михайлович нашел даже книгу, где в 23-м году их дали воспоминать. Там воспоминания Алистова есть. Мина Львовича. Да. Мина Львовича есть. Эта книга, я для тебя цифровал, у меня в электронном виде это есть. Я нашел у себя там в Академии, в Антикске я работаю сейчас. И поэтому очень интересно. И самое интересное, среди этих солдат, которые защищали Гремль, оказался и мой родственник из Татараса, который моим родным братом и моей мамой был. И вот очень интересный момент. Во время войны, как мост строили, где был мост? Мама, кто знает. Оказывается, может, где Сагянка, деревянный мост. И вот эти моменты о нашей малой родине. И вот это все интересно. Ну, вот такую книгу я изобрел, а потом меня попросили написать книгу про Силоби Штубинка. И Штубиновка, да? Ну, и я думаю, дай-ка попробую. После этого я познакомился с Наидом Башировым. И он меня познакомил еще одной женщиной. Она мне принесла воспоминания моего дедушки. Вот воспоминания моей дедушки. Я собираю Холинейный офицер. Я посмотрел на эти воспоминания, а там все воспоминания о моем прапрадеде, который первый год. У меня его князинка, да? Униятельный момент. Я был совершенно незнакомый человек, которого я не знал, она хотя бы не дальняя родственница, принесла мне воспоминания и воспоминания о моем прапрадеде. И вот тогда я засыпился в данное его имя, его дети. А сейчас мы еще дальше пошли, мы ДНК-экспертизу даже сделали. У нас родственники в соседнем теле еще оказались от этого прапрадеда. Четыре рода от него пошли. Ну, интересные вот такие моменты. И самое главное, вот по ДНК-экспертизе я для тебя что уяснил? Вот у нас есть краса, да? Это, ну, честно говоря, вражина, американский наив. А когда мы копнемся по нашим ДНК-экспертизе, мы вот все живущие в России, мы родственники, мы с одного... Голдом. Нет, с одного гнезда идем. Многие вот сходятся, что русские будут там и других народов. Это о чем говоришь? О том, что вот те народы, которые здесь жили, они вошли в разные национальности вот на данный момент. А клёсам нам говорят, вот это вот мы чистые, эти вот такие нечистые, эти вот эти. Вот поэтому он нас разделяет. А мы хотим, чтобы все мы были родственники, все друг друга знали, и дружно мы здесь жили. нечего нас делить. Тем более, вот те люди, которые там находятся. А какие трудности выникают, да? В архивах я работаю, часть архива нашу везу. А я спросил, где наши архивы? Оказывается, мы в 90-е годы мормонам продали. В Америку. В Америку. Теперь я захожу посмотреть эти архивы. А они в электронном виде есть. Они теперь пишут, из-за того, что на вас наложены санкции, мы вас не представляем. Наши архивы. В первый раз. Виктор Михайлович, наверное, тоже слышал, да? Есть такой. Так что, вот, как бы, под крупицей собираем, и самое интересное, я для тебя уяснил, я нашел материалы в сериале кольщующих татан в 1775 году в Астрахамской области. Там все расписаны, кто где кочевал, и старосты, которые приняли, или там Мурзы, которые расписывали. Вот всех мы переписали, больше здесь никого нет. И когда всех переписали, нашли 36 человек, они нищие, они говорят, правда шатающиеся. А кто же это такие правда шатающие? Оказывается, у них Мурзы нет, а они сами по себе ходят. И тогда руководитель управления Астрахамской области ему дали команду выяснить, кто это, и с ними определиться. Вот им выяснили, определились, и они, когда просили, они говорят, да мы здесь вместе с калмыками кочевали, калмыки как калмык ушли в Джунгарию, в Китаю, а мы здесь остались и захотели с ними пойти. Мы, как кундраковские татары. Эти кундраковские татары организовали, там, старушку летнали, и организовали, и ввели первую потрахку, да. В 1775 году первая потрахка в Югиле была основана. Потом уже Курченко появилась, вот это Курченко, село, а потом уже наши вместе там появились. Это уже попозже, в 1775, в 1945 году где-то вот Линейный организованно переселили. А, вот переселение Линейного, интересные там моменты есть, первоначально собирали списки, кто хочет переселиться на столицынский тракт. Ну, люди-то и в Тейдинской области, там, в Рады-Курьяновской, ну, тогда, это было, в Казанской губернии все пожелали, а когда начали, приехали сборщики, поездные, некоторые начали отказываться, говорят, нет, ты же не можешь отказываться, всех собрали, привезли. Это потомки служила Татаров и Мурс, сели Чапурники, и два села, одна села Маркбас, третье село Чуваши и четвертое село, вот, наши предки из Каменного Яра, которые, и Блинея, они потом пришли, как оно, Янобай, Янобай село, да? И вот, первую диму Чуваши и Маркбас пошли жить, оттуда сбежали, пошли жить в Каменный Яр, два татарских сел остались, в начале и конце, и года три там они прожили, но там холодно, холодно, ничего нет, и Калмыки нападали, да,